Вот уже больше месяца в этом подъезде одного из жилых домов микрорайона Бутово-Парк-2 отсутствуют какие бы то ни было средства пожаротушения. Ни на одном этаже, а их здесь целых 25, нет ни одного пожарного рукава. Сложившаяся ситуация является грубейшим нарушением пожарной безопасности. И так обсе от дела не только здесь, но и в остальных трех подъездах дома. Кроме того, в соседней многоэтажке по южной улице 27 также было зафиксировано аналогичное правонарушение. Если говорить в цифрах, то только в одном доме по новому шоссе 14 речь идет об исчезновении порядка 300 пожарных рукавов. Впрочем, обо всем по порядку. В середине мая, в 20-х числах, после очередного нашего приезда из отдыха, мы обнаружили, что на нашем этаже отсутствуют пожарные рукава, вскрытые пожарные короба, ключиком вскрыты, потому что ключики были повешены обратно, и в коробах отсутствуют шланги. Соответственно, после этого мы подали электронное обращение в управляющую компанию. Несмотря на то, что офис управляющей компании находится в одном из соседних домов, диалога с ней практически нет. В ответ на свои запросы жители получают редкие однообразные ответы, скорее напоминающие отписки. Но жильцы настроены серьезно и намерены довести дело до логического конца. Были поданы заявления в МЧС и Следственный комитет, собраны подписи собственников квартир для обращения в полицию. Сказать, что жители обеспокоены, значит ничего не сказать. Особенно после недавнего трагического события в Кемеровском торговом центре и взрыва в микрорайоне Бутово парк. Мы живем на пятом этаже, то есть как бы мы еще можем как-то спуститься в случае пожара или еще что-то, но люди, живущие выше 20 этажа, в случае пожара, мы не знаем, как они будут эвакуироваться. Нам просто страшно. В одном подъезде порядка 75 пожарных рукавов. Вынести и остаться незамеченным, казалось бы, просто невозможно. Ведь дом находится под видеонаблюдением, а на первом этаже дежурит консьержка. Но, как оказалось, ситуация с безопасностью здесь оставляет желать лучшего. Как вынести? А это легко. Первый этаж открывается, окно. С балкона со второго этажа легко. Вы же сами понимаете. Ну хорошо, но тут тем не менее есть камера на первом этаже. Камера есть. Окно не просматривается. Собственники квартир теряются в догадках о мотивах данного преступления. Много предположений. Кто-то предполагает, что забирают, чтобы новые дома вводить в эксплуатацию. Кто-то думает, что воруют. Самое время обратиться за комментариями в управляющую компанию, занимающуюся обслуживанием данного дома. Что сделано для того, чтобы пожарные рукава вновь появились на положенных местах? Их нет. Мы платим вам деньги. Вы хотите знать, куда они уходят? Почему платят деньги, а пожарных рукавов нет? Ну, извините, пожалуйста, давайте немножко сейчас без комментариев, да? А если пожарных? Если мы потом ответим, то есть вам... А куда вы убегаете? Чего вы боитесь? Нет, я не убегаю. Несмотря на явное нежелание вести какой-либо конструктивный разговор, представители УК все-таки вынуждены были ответить на наши вопросы. На данный момент рукава пожарные заказаны. При поставке пожарных рукавов мы их выложим на место. Какие сроки это могут быть? Максимум недели, три недели, пока заказ придет пожарных рукавов. И какое количество вы заказали пожарных рукавов? Если у меня память не изменяет, 473 пожарных рукава именно только на вожду. К счастью, подобные случаи с пропажей рукавов не часто происходят в Ленинском районе. Так нас заверили в местном отделении МЧС. Что же касается ситуации по дому на новом шоссе, то 13 июня в ведомство поступило обращение одного из жильцов. А 20 числа сотрудники уже были с инспекцией по указанному адресу. Нами были сделаны следующие мероприятия. Был учлен выезд на место. Мы удостоверились, что действительно пожарные рукава отсутствуют в пожарных кранах. В отношении управляющего общества с ограниченной ответственностью и комфорт, это та управляющая компания, в чье обслуживание входит в управление данным квартирным домом, было вынесено предостережение о недопущении нарушения требований пожарной безопасности. Согласно действующему законодательству, с момента получения предписания управляющая компания должна принять меры по соблюдению требований пожарной безопасности. А значит, через 60 дней жильцы дома по новому шоссе вновь смогут чувствовать себя защищенными.